Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире. Республика Западной Армении должна немедленно начать постепенный процесс становления государства члена ООН Гарник Саркисян. Вартан Сармакеш инвестирует 100 миллионов долларов в инициативу по репатриации бизнеса. Макрон. Париж продолжит содействовать урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Сенат США призвал международные финансовые учреждения больше не выдавать кредиты Турции. Американские и турецкие военные осуществляют совместную патрульную службу в Манбиджин. Американский генерал. Бессмысленной стала жизнь езидов и оливитов в Африне. Премьер-министр Западной Армении Гарник Саркисян дал интервью государственному телеканалу Западной Армении, в котором коснулся последних выборов Турции, региональных вопросов и процесс остановления государства члена ООН Западной Армении. Обратившись к выборам в Турции, то, какое они могут иметь отражение на Западную Армению и регион в целом, премьер-министр отметил, сегодня у турков есть одна и единственная главная проблема – их выживание и предполагаемая территориальная целостность. Это была реалистичная идея о политических призраках, соперничающих политических сил и глубоких просвещенных программ. По словам Саркисяна, дело в том, что образ позднего средневекового варвара сегодня является доминирующей идеологией большинства турков. Что касается Западной Армении и региона в целом, то сегодня лидер турецких властей с имперскими замашками более выгоден для нас. Говоря о возможностях восстановления прав Западной Армении, премьер-министр подчеркнул, в прежних законах главной проблемой было игнорирование армянского фактора, как одного из самых важных действующих коренных игроков региона, а уже сегодня этот закон не может существовать. Однако, по его словам, сегодня Западная Армения пользуется всем соответствующим международным правом и признанием, готова стать позитивным и конструктивным членом международной семьи. Полная версия интервью Гарника Саркисяна представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Вартан Сармакеш, известный армянский бизнесмен, владелец Франка Мюллера и Армсвисбанка, вложит 100 миллионов долларов в инициативу по репатриации бизнеса. Об этом благотворитель рассказал в проекте интервью дня. Сармакеш подробно рассказал во время интервью об инициативе по репатриации бизнеса Build Armenia и о том, когда и как дело войдет в обиход. Он особо подчеркнул, что при запуске этой инициативы предполагается инвестировать в Армению 100 миллионов долларов, надеясь, что объем инвестиций в будущем возрастет. Отметим, что целью проекта Build Armenia является обеспечение потока масштабных инвестиций для репатриации в Армению, создать социально-экономическую среду. Которая сможет принять гравитационную волну репатриации на основе соответствующих инфраструктур. Франция продолжит содействовать урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта в интересах народов региона. Об этом говорится в распространенном комьюнике Елисейского дворца по итогам встречи президента Франции Эминуэля Макрона с его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Париже. Президенты двух стран обменялись мнениями по Нагорно-Карабахскому конфликту. Франция, как сопредседатель минской группы ОБСЕ, несет особую ответственность за обеспечение долгосрочного мира в регионе, отмечается в заявлении администрации главы Французской республики. Президент Франции подчеркнул, что он продолжит работать в поисках решения на основе переговоров, которое является единственным вариантом для того, чтобы положить конец этому конфликту на долгосрочной основе и в интересах всех народов региона. Подчеркивается в комьюнике. В нем также отмечается, что Макрон приветствовал встречу глав МИД Армении и Азербайджана 11 июля в Брюсселе. Президент Франции будет внимательно следить за ситуацией, и Франция вместе с российским и американским сопредседателями предпримет все инициативы, чтобы добиться прогресса в процессе урегулирования, говорится в сообщении Елисейского дворца. Шесть сенаторов представили законопроект в Сенате США, в котором содержится призыв к ряду международных финансовых институтов ввести санкции против Турции и прекратить кредитование до тех пор, пока турецкое правительство не прекратит необоснованное задержание гражданина США, говорится в заявлении Сената. Законопроект был выдвинут после того, как турецкий суд постановил, что американский священник Эндрю Брэнсон обвиняется в терроризме и шпионаже. Из-за этого отношения НАТО с Вашингтоном обострились. Законопроект поручается Всемирному банку и исполнительному директору Европейского банка реконструкции и развития прекратить кредитование в Турции, за исключением кредитов в гуманитарных целях. Эти ограничения продолжатся до тех пор, пока Турция не перестанет ограничивать право гражданина США на свободу передвижения. Напомним, что священник Евангельской церкви Эндрю Брэнсон обвиняется в попытке совершения военного переворота в Турции в 2016 году. Ему грозит пожизненное заключение. Военные США и Турции проведут совместную патрульную службу в сирийском городе Манбич. Об этом заявил генерал Джозеф Воттл, глава Центрального командования Вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Воттл отметил, что представители Вооруженных сил двух стран в ближайшее время проведут крупномасштабную подготовку для реализации этой цели. Он также отметил, что патруль будет частью дипломатической дорожной карты, подписанной между министрами иностранных дел США и Турции. Ранее турецко-американская рабочая группа, работающая над совместным планом действий в сирийском Манбидже, заключила окончательное соглашение по дорожной карте и согласилась направить соответствующий документ в высшие государственные органы двух стран. Организация наций, находящихся под угрозой, действующая в Германии, сообщает, что после оккупации Африна в городе начали действовать законы шариата. После захвата города нет никакой информации о 7 тысячах курдов. Жизнь для курдов и езидов стала абсолютно бессмысленной. Как сообщает турецкая служба Deutsche Welle, организация наций, находящихся под угрозой, представила многочисленные тяжкие обвинения после захвата Африна. Организация, основываясь на информации, предоставленной местными курдами, сообщила, что около 120 человек были похищены в первой половине июля. Было зафиксировано 7 преступлений, 10 краж и 27 случаев насилия. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Де Таше». Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала «Западной Армении». Оставайтесь с миром!